привет друзья давно не укладывал ролики никакие летом было некогда менял дома отопление кому интересно в комментариях пишите расскажу про отопление а сейчас я хочу рассказать вот про дровокол хютер все же понимают что чтобы отопление работало печку нужно чем-то топить мы живем в сибири и поэтому как ни странно топим печку дровами и углем газа у нас нет когда будет неизвестно да и не особо то мы в нем нуждаемся колоть дрова я сейчас сам не в состоянии потому что у меня в ноге пластина 30 сантиметров металлическая стоит после перелома поэтому решил прикупить себе дрова кол ну не скажу чтобы долго выбирал на было несколько моделей одна модель была семь с половиной тонн двигатель не знаю какой ну такая практически производственное усилие семь с половиной тонн была модель пять с половиной тонн 2 и 2 двигатель у нее киловатта и была вот модель хютер hls 5500 пять с половиной тонн усилия три и три киловатта двигатель на ней стоит ну вот остановился я на нем были там они с ногами дрова колы эти ну с ногами он стоил на три тысячи дороже а ноги были такие из проф трубы которые я могу сам сварить поэтому я брать не стал пока вот его поставил на стол но потом сварен для него стол металлический чтобы удобно было работать ну пока вот так агрегат в принципе простой достаточно вот это вот корпус он же гидроцилиндра на нем вот колон сделал вот шток гидроцилиндра вот он вылазит вот здесь вот растяжки стоят и вот здесь вот упор который дрова давит на колон вот здесь стоит движочек 33 киловатта там сразу вот здесь вот внутри редуктор и вот здесь вот стоит насос масляный который давит гидроцилиндра вот это вот ручка управления то есть опускаете вниз он давит поднимаете вверх он возвращается то есть распределителя как такового нет есть просто клапан подачи и есть пружинный возврат на место упора хотел я сделать дровакол сам но по затратам посмотрел в принципе смысла никакого нет то есть отдал я за него 27 рублей ну и за комплектующие дровакола тоже плюс-минус где-то так и надо было отдать то есть двигатель распределитель гидроцилиндры то есть все это как ну стоит денег поэтому не стал заморачиваться решил велосипед не изобретать и просто взять заводской агрегат пользоваться им достаточно удобно колит он тоже достаточно хорошо сейчас покажу кстати кто будет искать себе дровакол здесь вот продается вместе с ним вот такая вот штучка вот сюда одевается если вам будут говорить что эта штука очень нужная не слушайте никого штука принципе бесполезная практически никогда не пользуюсь потому что вот эти вот крылья они узковатые вот здесь дровина расползается пополам а вот здесь она уходит по сторонам то есть если их добавить немножко да возможно будет функционально на данный момент это абсолютно бесполезная фишка вот здесь вот у него пробочка в которой заливается масло ну там как бы в инструкции все написано масло тут три чем-то литра заливать можно обычное масло наше не трансмиссионное вернее гидравлическое масло наше обычное можно заливать но можно какой-нибудь импортное взять если есть желание но импортное стоит дорого поэтому я не заморачивался взял наши в мгз залил все нормально работает в инструкции тоже написано что в мгз заливать можно никаких регулировок он не требует перед работой то есть здесь уже все налажено настроено среди масло тоже там было залито через каждые 150 часов работы по моему что ли надо менять масло ну это в инструкции как бы тоже написано там прочитать не трудно вот такой вот как бы агрегат сейчас покажу как это все работает кстати и вот здесь вот это вот штуковина рычаг я на него отдел резинку потому что вот когда вы нажимаете он потом если она резинки здесь нет он потом пытается вернуться обратно а дрова ну как бы разной длины бывают я чисто вот резиночку отдел чтобы вот отпустил его и остановился он там где размер дровины чтобы постоянно не подгонять упор то есть вот это вот время занимает много да и смысла не вижу в этом да и 3 3 киловатта электричество тоже кушает не шутит возьмем сейчас вот маленькую дровинку и покажу как это все работает вот положил к упору поставил и поехали без усилий справился абсолютно остановили вот дровина ну сейчас скептики скажут конечно что это маленькая дровина что он такой как бы вот не может большие дрова колоть сейчас расколем большую дровину вот здесь дровина у меня стоит ну не особо большая были и побольше но это витая вот скамля сейчас мы ее поставим и покажу как он колет витую скамля с какой нагрузкой пока положу телефон и поставлю дровину скамля то есть видно да дровина витая скамля как бы были тут вот такие чурки такие поболее и со всеми он справился сейчас вот посмотрим как он расколет вот это ну практически без нагрузки разорвал он витую дровину скамля скину и чтобы она не мешала кстати вот это вот здесь три с половиной полейницы по 4 метра вот это все переколото вот этим дровоколом ну по времени не засекал ну тем не менее не так уж долго это все происходит кто-то скажет что колонном быстрее да у меня вот колон вот такой вот фрезерованный из инструментальной стали достаточно большим конусом и я вам скажу что нисколько не быстрее потому что колонном приходится другой раз два три раза ударить этот агрегат разваливает практически любую чурку за один раз ну скептики скажут тоже вот ровные дрова все дела там а вот как он с сучком справится вот смотрите дровина прямо вот реально борзая и сучок в ней хороший вот сейчас я ее положу с телефоновой положу и положу дровину сюда и посмотрим как он справится с ней посмотрите вот он сучок чтобы никто не сомневался я его положил намеренно прямо на колонну чтобы прям упор давил прямо на сучок вот смотрите теперь поехали так он не взял сейчас немножко поменяем положение вот видите развалил эту дровину просто прям в наглую на сучок положил поэтому он как бы притормозил сейчас попробуем сам сучок разорвать вот он вот он сучок чтобы видно было хорошо вот сучок ну хамить то тоже не надо вот смотрите вот он разорвал сучок все не додавил то есть рвет он и сучки все у него нормально просто я так по борзому его сучок воткнул что он как бы тут не смог но тем не менее практически любую дровину он рвет ну если не рвет с первого раза можно чуть повернуть и рвет со второго вот если кто-то собирается купить я не знаю как колит колонн который 2,2 киловатта и 5 тонн ну вот 3,3 киловатта и 5,5 тонн в принципе как видите справляется практически легко с любыми норовами если кто-то будет говорить что вот это вот сучок там он не справился попробуйте вот возьмите колун и попробуйте справьтесь с этим сучком колуном я думаю со второго раза у вас не получится из третьего возможно не получится а он вот со второго раза его развалил так что если кто-то будет себе выбирать дровокол электрический смело можно брать вот этот вот хютер он такой рабочий агрегат ну и я считаю что если 27 рублей кому-то дорого да ну видимо спина у него от дров не болит пока не болит ну со временем она заболит так что вот такой вот агрегат я всегда агрегаты показываю вам которые уже протестировал сам которые проверил чтобы они работали что потом у вас не было никаких сомнений что это вот рабочий конкретно агрегат здесь вот тут еще если вот здесь вот резинки не будет тут приходится работать двумя руками то есть одной рукой вот этот держать второй рукой нажимать кнопочку она не фиксируется ну некоторые делают вот сюда вот лапку ну смысла я не вижу в лапке вот сюда конкретно а вот лапку электрическую вот сюда чтобы ногой нажимать можно конечно сделать ну такую педальку будет гораздо удобнее ну и немножко побыстрее и еще я вам обещал показать как он колет вот этой вот штучкой дрова бесполезной вот этой штучкой ставить ее надо вот этими упорами не так вверх надо ставить чтобы на получается он как бы давит чтобы дровина вот сюда наезжала и его придавливала вниз сейчас найду какую-нибудь дровину такую маленькую и покажу что эта штука реально нефункциональная вот небольшая дровина сейчас мы ее расколем вот именно вот этой штукой вот смотрите ну здесь как бы да удачно получилось дровина просто такая скажем так прямая без сучков ну для таких дров он работает ну а так если что-то посерьезнее где-то сучки то просто вот это вот место разъезжается то есть пользоваться им тоже можно ну по желанию скажем так так что если будете выбирать себе дровакол смело берите вот такой вот хьютор и он вас ну своей работой не огорчит всем пока до новых встреч на канале если кому-то интересно отопление пишите в комментариях расскажу какое отопление я сделал какая конструкция какой котел и как это все работает до новых встреч на канале субтитры